Подробнее о создании новых кабинетов для пожилых людей мы поговорим с нашим экспертом. На связи со студией министра здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлёв. Сергей Леонидович, здравствуйте. Скажите, где конкретно будут открыты кабинеты с врачами-гириаторами? В соответствии с действующим приказом по оказанию гириатрической помощи, каждый кабинет будет открываться в лечебном учреждении, которым обслуживаются более 20 тысяч лиц старше пожилого возраста. При этом следует сказать, что будет создан гириатрический центр, который будет осуществлять организационно-методическую работу, который будет заниматься со специалистами, организовывать эту работу. Этот центр будет создан на базе госпиталя ветеранов войны. При этом кабинеты, как я уже сказал, создаются в поликлиниках, где более 20 тысяч людей старше пожилого возраста. Но, кроме этого, в госпитале как бы не все есть профили оказания медицинской помощи. Поэтому в структуре многопрофильных больниц будут создаваться гириатрические койки, допустим, по урологии, по хирургии, по травматологии. В случае необходимости больные будут госпитализироваться туда. Люди какого возраста смогут туда обратиться? Ну, у нас есть критерии в Семейной организации здравоохранения. То, что называется лица пожилого возраста, это от 60 до 75, и старше 75 – это уже старческий возраст. А кто будет вести прием? Это, конечно же, будут специалисты общего профиля. Это так называемый врач-гириатор. У нас их на сегодня более 70 в области. Реально нам еще надо подготовить порядка 100 человек для того, чтобы закрыть все проблемы в области для оказания помощи пожилым людям. То есть в таком возрасте у людей есть особенности, своя специфика. Они по-разному, не как люди трудоспособного возраста. Ну, у нас есть педиатрия, есть педиатрия. Вот есть основное направление. Сейчас выделена гириатрия. Это для лиц пожилого возраста. Поэтому таких специалистов мы готовим на сегодня. Готовим в нашем Южноуральском медицинском университете. И они будут вести такие приемы и оказывать помощь лицам пожилого возраста. Как можно будет получить талон в такой кабинет? Запись к врачу-гириатору, она осуществляется так же, как запись к любому другому узкому специалисту. То есть просто мы надеемся, что количество пациентов, прикрепленных, оно будет соответствовать нормативу. И поэтому доступность талонов будет, ну, скажем так, талоны будут более доступны для пациентов. Запись осуществляется, возможно, и по интернету, и через единый колл-центр, и непосредственное обращение в регистратуру. А если в лечебном учреждении по месту прописки не зарегистрировано столько пожилых людей, и кабинет с врачом-гириатором не создан, пациент может пойти в частную клинику и надеется, что ему вернут потраченные на обследование средства. Частная клиника, это, конечно, хорошо, но я вам хочу сказать, что они у нас же тоже разные в частной клинике. Есть частные клиники, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. В этой ситуации при обращении туда для пациента будет бесплатно. В любой другой ситуации, конечно, пациент должен платить за оказание помощи в медицинской клинике, в частной медицинской клинике. Поэтому мы постараемся, вот на данном этапе, пока у нас, скажем так, нехватка этих специалистов, пока мы их готовим, пока мы открываем эти кабинеты, мы распишем маршруты, прикрепим население, но в дальнейшем, я думаю, мы выйдем на нормальные цифры и постараемся максимально приблизить эту медицинскую помощь к населению. Спасибо, и я напомню, что...